Здравствуйте, коллеги! В этом уроке мы с вами поговорим о сборе артефактов тестирования при помощи ADB. Во время тестирования нам часто бывает требуется собрать какие-то данные с устройства. Это могут быть как системные параметры, так и логи и скриншоты. При помощи ADB их можно быстро как собирать, так и генерировать. Со скриншотами все просто. Допустим, нам нужно сделать скрин вот этой страницы. Набираем ADB shell screencap и дальше напишем адрес, в который нужно положить скриншот. sdcard download screenshot.png И вот уже скрин есть по нужному адресу. Теперь можно посмотреть его прямо на телефоне, а можно стянуть на компьютер. Для этого набираем ADB pull sdcard download screenshot.png И дальше пишем адрес до локальной папки. В моем случае это будет dapcase. И вот скриншот был скачен. Теперь его можно посмотреть локально. Очень важный факт. Скрины нужно делать в формате png. Другие форматы не поддерживаются, и при попытке изменения расширения они открываться не будут. И даже если вы сделаете скриншот в другом формате, он будет занимать очень много места, но при этом в нем не будет содержаться реально нужных данных. Но мы можем получать не только скриншоты, но и видео. Наберем ADB shell screen record и дальше то же самое sdcard download demo.mp4. Здесь формат также очень важен. Нажимаем Enter и начнется запись видео. Можно походить по разным статьям, поскролить вверх и вниз. Максимальная длина видео файла будет 180 секунд или 3 минуты. Но можно завершить запись раньше, нажав Ctrl C в консоли. Тогда запись остановится и сохранится. Или можно использовать параметр time limit. Давайте сделаем новый screen record. И здесь напишем //time limit. В этом параметре будет установлена длина записи. Правда, больше 180 секунд сделать все равно не получится. Давайте попробуем писать 300. Мы увидим, что time limit больше чем 180. Поэтому давайте сделаем запись длиной всего в 3 секунды. И вот через 3 секунды запись завершилась. Теперь ее также можно стянуть на наш компьютер. Напишем ADB pull sdcard download demo.mp4 dapycase. И вот она была загружена. Для получения логов с устройства используется команда ADB logcat. Она выводит в консоль различные системные сообщения, в том числе логи вашей программы. Для того, чтобы выводить лог постоянно, нужно просто набрать ADB logcat. И когда на девайсе будут происходить новые события, а это происходит практически постоянно, эта команда будет обновлять вывод в консоли. Также можно записать этот вывод в файл. ADB logcat. Дальше 2 стрелочки и нужен нам файл, например, dapycase.log.txt. И теперь лог ADB будет обновляться прямо в файле. Если же мы хотим взять все логи из буфера на данный момент, но не дописывать их, надо добавить ключ минус D. ADB logcat минус D. Это выведет весь лог на данный момент и остановится после последней записи. Буфер, в котором все эти логи содержатся, может быть, конечно, очень большим. Если нужно отдать разработчику лог по конкретной ситуации, надо для начала очистить буфер. Для этого есть команда ADB logcat минус C. Эта команда чистит буфер. Еще раз делаем ADB logcat минус D. И видим, что теперь буфер пуст. Также можно придать логам более понятный формат. Например, выводить их последовательно по времени записи. Для этого есть ключ минус V. ADB logcat минус V. И дальше пишем time. Теперь логи будут выводиться по времени. Давайте нагенерируем какое-нибудь количество логов. И они выводятся, соответственно, времени на устройстве. Также мы можем выводить логи для конкретного пэккеджа. Напишем ADB logcat. И дальше напишем org.wikipedia. Нажмем Enter. И увидим логи конкретно для нашего пэккеджа. Если что-то будет происходить в нем, то они будут выводиться сюда. А если какие-нибудь события будут происходить за рамками устройства, например, мы вызовем браузер Chrome, то по хрому мы логов здесь не увидим. Если же мы хотим получать логи только определенного priority level, то нам нужно добавить двоеточие и дальше букву для priority level. Например, для level verbose это будет буква V. И тогда мы увидим вообще все логи. А если мы хотим получать только ошибки, то здесь мы пишем букву E. И тогда мы получаем только уровень error и ниже. Если мы хотим сделать то же самое для всех пэккеджей, а не только для одной, то здесь вместо org.wikipedia мы пишем звездочку. И получаем все ошибки для всех приложений. Еще одна полезная команда для работы с параметрами девайса это adbshellgetprop. Эта команда выдает большой список различных параметров вашего устройства и состояний этих параметров в формате ключ-значение. При этом можно выводить список не целиком, а для конкретного ключа. Например, напишем adbshellgetpropwifi.interface. И мы увидим, что наш Wi-Fi интерфейс это VLAN 0. Другие полезные параметры это, например, идентификатор устройства. В данном случае это будет ro-serial-no. Так как у нас эмулятор, то идентификатора у него нет. Но если мы подключим реальное устройство и здесь применим adb-d, то мы увидим идентификатор нашего реального устройства. Если мы хотим узнать модель, напишем adbshellgetpropropropropproduct.model и мы узнаем модель подключенного девайса. Если мы наберем ro.build.display.id, то мы узнаем номер билда, который установлен на нашем устройстве. Чтобы узнать версию андроида, мы поставим build version release и мы увидим, что в данном случае это Android 6.0.1. Наконец, существует утилита, которая может выдать огромное количество информации о девайсе adb-shell-dump-sys. С ее помощью мы уже узнавали ID пакета и Activity, но это далеко не все, что она может. Например, мы можем узнать состояние батареи нашего устройства adb-shell-dump-sys-battery. Нажмем на Enter и увидим состояние батареи. Более того, через эту утилиту мы даже можем работать с батареей adb-shell-dump-sys-battery-unplug. И по этой команде у нас вот здесь произойдет изменение. И теперь девайс будет читать, что батарея не подключена к зарядке. Также можно установить, насколько батарея разряжена. Здесь пишем set level и дальше в процентах указываем заряд батареи. Если мы поставим 5, то мы увидим, что батарея у нас разряжена до 5%. Давайте вернем ее хотя бы к 50%. Увидим, что батарея заряжена наполовину. Также мы можем поменять статус батареи. Например, если мы напишем set status 3, то телефон будет читать, что батарея разряжается. Ну и для того, чтобы вернуть все к изначальному состоянию, напишем adb-shell-battery-reset. И теперь у нас снова здоровая батарея, которая заряжается. Также мы можем перевести девайс в dose-мод. Это такое состояние, когда при включенном экране снижается активность устройства. Напишем adb-shell-dump-sys-device-idle и дальше force-idle. И теперь девайс находится в deep-idle состоянии. Наконец, при помощи команды dump-sys мы можем получить информацию о графике нашего устройства. adb-shell-dump-sys-gfx-info и наберем здесь имя пакета org-wikipedia. И здесь мы увидим тестовые данные для работы с этим пакетом при помощи графических утилит Android. А на этом мы заканчиваем наш урок о работе с различными артефактами при помощи adb. Продолжение следует...